теперь руки больно о да всех всех с понедельником знаете еще и с месяцем геи гордости да спасибо но кажется что идет весь год может это потому что остальные 11 месяцев мы говорим об этом месяце я везде кроме неба вижу радугу так что давайте поговорим про войну или вы хотите поговорить о трансах отлично потому что они их далее в шоу война это прекрасная тема она настолько прекрасна что они никто даже говорить не хочет это как говорить об 11 сентября на бэйби шауэр шутка зашла что доказывает итак мы посылаем оружие на миллиарды долларов на украину но из прессы вы об этом не узнаете потому что когда тратят кровь и деньги то кому-то прилипают именно деньги а что если россия разбомбит наши поставки думаю об этом мы сможем поговорить только после третьей мировой и все что нам дает пресса это противоречивые данные о том кто побеждает а кто проигрывает и все это не имеет смысла а нами не важно в нашей стране мы любим говорить о войне когда это война с наркотиками или война с нищетой но только не о настоящей войне ведь она за полмира у обоих сторон забавный язык и эти толстушки с вью никогда они не говорят так что это была спонтанная шутка но почему так но война похожа на пенсионные накопления не смотрите на них пока не заберете может люди озаботятся когда у нашей армии не останется патронов но стоит упомянуть что среди этого молчания есть два человека с противоположными взглядами которые вообще-то не молчат и говорят что война должна закончиться кстати как только заявишь такое кто-нибудь обязательно назовет тебя путинской марионеткой на что надо отвечать а ты марионетка марионетки и у вас у обоих руки в задницах друг у друга год назад я сказал что если вы не покончите с войной то она станет шумом на заднем плане как cnn когда сидишь в зале ожидания аэропорта и кое-кто это понял вот кеннеди младший мой собственный сын коннор вступил в иностранный легион и сражался на украине во время атаки на харьков изначально нам говорили что цель была гуманитарной но недавно президент байден сказал что как ми как минимум одна из наших целей это смена режима владимира путина министр обороны лойд остин поддержал заявление президента байдена сказав что наша цель на украине вымотать и истощить российскую армию это полная противоположность гуманитарной миссии во-первых я не знал что его сын поехал сражаться как часть иностранного легиона я думал легион существует только фильмах карри гранта к тому же кеннеди дерущийся где-то кроме бара это даже звучит неправильно но это довольно храбро сражаться на украине учитывая что ты можешь наткнуться на рэнди вайнгартен она там но это делает кеннеди самым важным из тех кому надо прислушаться в отличие от остальных ему есть что терять свою плоть и кровь хотя он может быть предвзят так как эгоистично не хочет чтобы его сын умирал ни за что и так и он тоже марионетка путина у вас хватит совести сказать ему это у меня нет и если у меня нет то вы считаете что у какого-нибудь утреннего джо хватит так что же демократы будут делать по поводу кеннеди младшего опять сфальсифицировать российский след чтобы высмеять его принципиальную позицию знаете эти фальсификации они как федералы на ралли трампа все одинаковые но это демократ избирающийся в президенты а вот республиканец что я считаю надо сделать это завершить этот украинский конфликт перемирием которая до будет содержать уступки россии учитывая заморозку существующих границ в стиле корейского разделения не захочет украина не захочет а также окончательное решение о недопуске украины в нато но в обмен россия должна расторгнуть свое совместное военное соглашение с китая это гораздо лучше для интересов америки и вообще-то усложняет китаю возможное нападение на тайвань что по моему гораздо больший приоритет для соединенных штатов и так он больше не даст ни копейки на эту войну так как это толкает россию китаю может он прав пол джордж и ринга атакуя джона толкали его к йокко так что же это значит когда кандидаты с разных сторон согласны может тогда и нам стоит прислушаться к этому парню будь я президентом то я бы решил этот конфликт за один день 24 часа я бы встретился с путиным зеленским я хочу чтобы европа давала больше денег мы потратили 170 миллиардов долларов на далекую страну а не прямо рядом с ней нужно за час мы хотим остановить этот конфликт и я говорю не только о деньгах я говорю также обо всех этих жизнях число убитых в этом конфликте гораздо больше известного вам именно но впрочем ничего нового трамп ненавидит войны по причине по которой ненавидим и мы это трата молодых жизней а еще он считает что америка должна сохранить свои f16 вот уж правда безумие не так ли но си н н заявляет что трамп политизирует войну ну да а ты вы тупые он избирается в президенты это именно что политика и он всегда был таким только худее и не таким оранжевым но он знает что трата денег и крови не имеет смысла если есть другой способ и я думаю что он был люди бывшие в курсе знали что грядет война но она все равно случилось но почему так но рассуждать нельзя то станешь марионеткой путина но две вещи могут одновременно быть правдой война это расходы но возможно в ней придется участвовать проблема в том что когда война начинается и идет финансирование то становится нельзя обсуждать и гатфилд ненадолго сдал позиции но теперь люди опять хотят слышать изумительные шутки и аналитику от этого красавчика и мы за все это платим и мы не видим счетов так что все продолжается это как спонсирование голодного ребенка в далекой стране как в той старой рекламе мы спонсируем войну которую нам не придется увидеть но если вы глядите на этого спонсируемого вами ребенка а он каждые шесть месяцев выглядит все хуже то вы должны спросить а на что черт возьми идут деньги и есть еще одна правда когда одна страна вторгается в другую то вы должны выступить против агрессора даже если вы знаете что все плохо закончится или что вторжение продолжится и это не наша страна а украинцев и вы не можете сказать им не сражаться но только теперь мы финансируем сражение и мертвых тел там как в домах престарелых у кума шучу так что теперь мы возможно продлеваем агонию прямо как голосовавшие за гэвина ньюсома и теперь это выглядит не как война а как для постройки казино сносят старое жилое здание вместе с жильцами и про это ли должны быть эти выборы для нас это про еще четыре года слабоумного немощного запрограммированного левыми робота никак не связывающего нашу финансовую поддержку с тысячами мертвых украинцев десять лет назад джо байден еще мог найти украину на карте а теперь он не может найти даже входную дверь так что пока он остается война будет продолжаться пока он беспомощно сидит и ждет дальнейших инструкций от своих дрессировщиков или визита этого ангела который приходит попудрить ему ноги я буду рад если республиканцы победят байдена чтобы закончить эту войну но если первым это сделает демократ тоже хорошо так как возможно это покажет что для здравого смысла нет преград даже политических и если хотите выступить против этого вступайте в иностранный легион